сейчас мы с вами дорогие друзья будем менять маслонасос на бензопиле husqvarna 142 аналогично же меняется на husqvarna и 137 вот я уже открутил крышечку снимаем снимаем боковую крышку сторон убираем маслонасос у нас находится под ведущей звездочкой соответственно для того чтобы добраться нам надо снять сцепление и снять звезду для этого мы снимаем свечу вытягиваем запускной канат наш наматываем его вот так вот на ручку чуть-чуть подводим поршень вверх но не в мертвую . так немножко не доходя берем веревки кусок плотненькой и туда запихиваем свечное отверстие это мы делаем для того чтобы заблокировать коленвал и скрутить сцепление запихали сцепление скручивается по левой резьбе можно скрутить ее сам от болгарки может вот таким специальным ключом но я обычно конечно работаю специальным ключом в данный момент чтобы показать вам что можно крутить открутите ключом болгарки будем откручивать им вот скрутили на сцепление снимаем звездочку звездочка у нас венцом в данном случае снимаем подшипник шайбу вот он наш с вами маслонасос он скручивается обычной крестовой отверткой тут два винтика всего лишь откручиваем их берем отвертку и немножечко так поддеваем его и вытаскиваем вот здесь конечно очень грязно все это надо почистить вот и видим теперь маслонасос наш его часть вот это это называется плунжер маслонасоса они получили механические повреждения так как нас насос очень сильно забит грязью вот эта грязь соответственно в один момент заклинило плунжер и он просто связался шлицы его связались вот ну в данном случае мы попробуем поменять просто плунжер так будет дешевле для человека вот если не получится бы менять целиком насос поставим новый если получится попробуем поменять вот этот вот для начала плунжер очек вот но сейчас первым делом мы все это вычистим вот а потом продолжим да впервые хочу раз показать еще как разбирается сам насос чтобы достать этот самый плунжер вот никаких специальных приспособлений не надо насос разбирается простым движением как берете этой рукой держите а это вы давите вот сюда пальцем и у нас просто выскакивает вот здесь все конечно надо мыть и эта часть соответственно тоже разбирается вот так но прежде чем его поменять надо все это промыть в бензине и почистить так очищаем вот это вот пространство рабочие насоса очищаем от всяких тут примесей ну смысле там стружка здесь пыли все такое вот я слишком тут все равно не заморачиваясь это все надо понимать что при первой же работе сюда по налетит тоже довольно прилично мусора убрали так чтобы лишние чтобы много совсем его не было и достаточно вот маслонасос мы промываем в бензине вот разобрали его промыли бензинчик и в принципе этого достаточно плонжер мы мыть не будем плонжер уже поврежден он на выбросы берем новый берем вот эту часть насоса вставляем ее проверяем хорошо ли у нас крутится вот мы видим что у нас крутится нормально без всяких заеданий без всяких рывков вот и теперь собираем здесь вот есть выступ над этой пластиковой части а здесь на пластикой части здесь и она алюминиевая здесь и они должны соответственно совпасть у нас вот так вот защелкнули проверяем плонжер крутится хорошо принципе как и на новом насосе вот теперь нам надо его сюда опустить снимаем эту алюминиевую накладку вот ну можно еще посмотреть сразу вытащить вот эту вот часть посмотреть фильтр здесь фильтр вот такая вот сеточка очень часто когда льют отработку и не смотрят вообще когда чуть льют она забивается всяким мусором волосами и тому подобными вещами вот здесь мы видим сетка чистая ставим на место насоса есть вот она отверстие она соответственно должно у нас вот в этом отверстие совпасть камеру на может быть не видно сейчас совпали там видно что они совпали берем прикручиваем винтами ставим нашу алюминиевую накладочку назад и теперь ставим звездочку на порядке так же как снимали а именно шайба ширичек подшипничек можно чуть-чуть нам смазать смазочкой то они бывают так высыхают что уж делаем звездочку накидываем верхнюю шайбу и сцепление по левой резьбе прикручиваем убежал как мы видим запускной канат поэтому придется вытащить наш блокиратор вот этот еще раз так сделать чуть-чуть подведу поршень повыше вот и засовываю туда наш канат теперь немножко ручку опускаем и у нас заблокировалась коленвал заблокировался теперь мы можем подтянуть звезду все звездочку мы с вами поменяли вернее это поставили теперь закручиваем свечку подтягиваем накидываем колпачок крышку прикручиваем ее и пойдем заведем посмотрим появилась ли у нас масло как она идет интенсивно нормально вот примерно так подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт луктул точка ру и вы научитесь делать инструмент всем удачи пока вот он наш с вами бензопила фускварна 142 на которой мы меняли лунжер маслонасоса то есть не весь маслонасос а именно только часть его сейчас я сниму вот эту вот алюминиевую накладку чтобы нам лучше было видно идет масло или нет заводим пилу как мы видим масло идет нормально более того аж булька и полин подписывайтесь на наш канал заходите на наш сайт луктул точка ру всем удачи